Дорожным службам удалось пробить муниципальный автозимник Среднеколымска-Березовска. О ситуации на месте расскажет Виталий Абрамов. Этот день настал. Дорожники все-таки пробились до Березовки-Среднеколымского улуса. Напомню, из-за нехватки угля местные энергетики уже начали заготавливать древесину. Но сейчас уже сформирована первая автоколонна с топливом. И сегодня-завтра она двинется в сторону отдаленного села. Два-три дня там будут проводиться работы по расчистке, расширению и обустройству карманов. Ну и предположительно 17-18 марта туда начнется уже завоз топливно-энергетических ресурсов и продовольствия, в том числе и продуктов питания. Но надо отметить, что по Березовке у нас ограничений никаких фактически не вводились. Своевременно там и предприятиями ГУПа ЖКХ и энергетиками были приняты все меры. Но опять-таки, как у нас складывается в последнее время на севере, если где-то ситуация начала стабилизироваться, то где-то она обязательно ухудшится. На этот раз мы возвращаемся обратно в Усть-Яну и в Нижнюю Колыму. Новая порция Пугги снова замела все дороги. На сегодняшний день, значит, двернице, длитель, пробивается в сторону Пугги, в сторону Барса, и в сторону Пуггарской, в Казин-Джоке, но вернулся в связи с плохой демостройством Пугги. Похожая ситуация на участке Черский и Андрюшкина. Так что начинаем все по второму кругу. Энергетики уже традиционно начали бить тревогу. Тумат, Юкагир, отсутствуют перевозки. Отсутствуют перевозки, значит, Усть-Круга-Депутатский, Усть-Круга-Сайлык. На сегодняшний день на этом участке работает 41 единица техники, в том числе из них 7 единиц техники с 11 числа, значит, находятся без движения на участке Усть-Круга-Депутатский. Дорожники надеются приступить к расчистке с завтрашнего дня, так как погода до сих пор свирепствует. Тем временем начала исправляться ситуация по нехватке наемных водителей. Только в Среднеколымский УЛУС в настоящий момент направляются порядка 20 грузовиков. 19 машин заключены в договорах дополнительно, 15 машин в пути и 4 на подходе. Поэтому вот тот объем, который у нас есть, мы на сегодняшний день из 26 миллионов общей объема на Среднеколымский район, 19 миллионов остаток есть, 7 миллионов полностью авансировано, 19 миллионов, Евгений Алексеевич, мы пересислили на Среднеколымский район, мы отправляем представителей и наличным будет расплативаться с водителями там на месте. Так что все дело было в рублях. ГУП ЖКХ просто поднял тарифы, пообещал нал и водителей уже более чем достаточно. Но тут соль на рану начали сыпать метеорологи. По последним прогнозам весна в республике, в частности на севере, будет раньше некуда. И автозимники придется закрыть раньше. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.